здравствуйте друзья в этом ролике мы публикуем запись одного из авторов на мой взгляд неплохо я так урывочками послушал мне понравилось тут вот как он четко и конкретно указывает на нарушение закона а ему аргументируют тем что мы имеем право нарушать закон потому что он нарушил ну детский сад да вот это вот у кого больше вот эти вот методы до всем известные которые кстати говоря в каких-то случаях работают ну на кого-то но уж только точно не на подписчиков моего канала не на моих клиентах давайте послушаем я могу услышать артема сергеевича гурина вы его можете услышать если у вас есть подтверждение банка соответствии с 230 федеральным законом пунктом 9 что банк у меня уведомил сентенал будет со мной работать у вас есть такое уведомление что я расписался о том что меня уведомили а вы представьте за начало с кем я веду диалог а вы кому звоните мне сообщила с кем необходимо переговорить с кем я общаюсь я не имею понятия представьте мало ли что вам необходимо без мало ли вы обязаны значит предоставьте информацию кому я обязана кому я боитесь представиться нет я не боюсь я не знаю кому я должен представляться агентство сентенал я представилась откуда я звоню я думала прекрасно меня услышали но что теперь что тебе разговариваю представьтесь не хочу вы сами себе противоречите мы тогда и не спрашивайте мне эти вопросы на которые вы сами не можете даже предоставить информацию на какие вопросы нет и так далее сами сначала отвечайте с кем я разговариваю а я потому что вы общаетесь не по существу уже на протяжении несколько месяцев с вашей стороны это выглядит не очень актуально данный момент на моем случае вам придется с нами связаться даже помнить порегистрация ожидает кого ожидать ну и вторая часть этого же синтенела не тоже этого же автора слушаем даст эти ангра кучу скажи мне пожалуйста я сейчас могу переговорить с горином артеном сергеевичем возможно кто спрашивает анжелого тимирку серебраевна ведущий эксперт сентиналовского записывается звание по поводу вашего долга артем сергеевич и банком уроки не хочу по какой причине ну давайте сначала разбираться насколько сентинелл знает 230 федеральный закон знает да у вас есть от банка копия листочка где я расписался уведомлений что получила от банка уведомление что сентинелл будет со мной работать есть такой у вас а мы за почту россии мы за почту россии ответственность нанесем а как вы весь этот период 570 573 дня вы ни разу не сходили в уралсип по какой причине сейчас разбираем как ведет себя артем сергеевич разбираемся сейчас по поводу вашего долга и по поводу сентинелла хорошо начала потому что вы вы не нам денежные средства платите вы платите денежные средства в уралсип по реквизитам уралсипа в чем вопрос вопрос в том что вы закон нарушаете это вообще-то третий звонок за неделю если что а надо звонить только и что вы не путайте пожалуйста звонки взаимодействия внимательно изучите сами ну а что звонок не звонок звонок с того чтобы открыть артем от сергеевич мне кажется что вы путаете немножечко нет ну давай на 200 тысяч вас еще а штрафуем туда будет перестанете путать артем сергеевич не нужно угрожать зачем вы угрожаете что вы нас штрафуете на 200 я не буду штрафовать я не могу это сделать это может сделать вот вы были вы вы для чего сейчас угрожаете скажите пожалуйста вы решаете вопросы у финансовые я решу как-нибудь за вас я с банком это буду решать а почему а почему вы не почему вы не не решили 573 дня объяснить пожалуйста почему я должен сентинеллу это объяснять это мои за отношения с банком они сентинелл потому что если вы нарушаете требования банка банк передает данное дело правильно вы же подписывали договор я не знаю что он его передал он меня официально не уведомил как положено банк а вы в банк обратитесь так кому это надо мне либо банка кому это надо мне либо вам вам да конечно потому что вода корма нефигация вам начисляют проценты штрафы я вам кредитная история портится понимаете что значит что значит ерунда вы же обратились в банк в чему-то обратились понимаете за кредитом артем сергеевич вы обратились именно в банк зачем вы тогда обращаетесь банк если это по вашему по вашим словам что это какая-либо ерунда чего вы тогда обращайтесь в банк когда вам нужно урегулировать свой вопрос, нужно было финансово свой вопрос урегулировать, вы обратились почему-то в банк, Артем Сергеевич, а не кому-то, не родственникам, там, я не знаю, не в суд, еще куда-то. Вы обратились именно в банк, правильно? Вы брали кредит? Брали. Вы же не отказываетесь от этого кредита, я правильно понимаю? Правильно. Ну, поэтому вы теперь решайте свой финансовый вопрос. В чем проблема-то? Ладно бы, если бы ваш долг выкупили, если бы ваш долг выкупили, тогда да. Ваш долг никто не выкупал, Артем Сергеевич. Ну и что? Вы как должны оплачивать в банк, так и должны оплачивать в банк по реквизитам банка. Мы у вас не требуем денежные средства, чтобы вы оплачивали именно в компанию Сентинел. Мы у вас требуем, чтобы вы выполнили свои обязательства перед банком Уралсит. Без всяких вопросов. Потому что вы все время, вот здесь я вижу, сколько раз с вами разговаривали, каким образом вы вели диалоги. Все время вы игнорируете переговоры, переходите на личности. Для чего? Этим самым вы вообще ничего не решаете. Не моя кредитная история портится, а ваша. Правильно, правильно. Не мне проценты и штрафы начисляют. Это вы сейчас так говорите, Артем Сергеевич. Вы сейчас это так говорите, понимаете? Вам очень мало лет просто. А когда вы будете понимать, когда определенные трудности у вас возникать будут, тогда вы по-другому будете мыслить, а уже будет поздно, потому что во всей базе данных вы будете числиться как взрослый неплательщик. Понимаете? Вы же об этом думаете, вы же задумываетесь, вы же раньше решали, пытались урегулировать вопрос. Пытались урегулировать вопрос. Поэтому вы мне подскажите причину, по какой причине вы перестали оплачивать свой долг. Для чего вы взяли, что я буду Сентинеллу отчитываться? Какие-то вопросы отвечают. А вас смущает название Сентинелла? Или что? Что вас именно смущает? Потому что у меня договор с кредитором, а не с вами. То, что вы по агентству... И с кредитором вы не решили вопрос за период 573 дня. Это моя проблема. Сентинеллу-то я не обязан отчитываться. Артем Сергеевич, сейчас это и наша проблема. Почему вы обязаны? С чего это я обязан? Потому что банк по агентскому договору по 1005 статье передал нам данное досье? Если вы не в курсе, по 1005 статье вы должны только уведомить меня о долге и предупредить о последствиях. Ни на какие вопросы я вам не отвечаю. А мы вас даже не уведомили, Артем Сергеевич. Вы нам даже дату рождения свою не называете. Мы даже не уверены, вы это или нет. Почему я должна какое-то третье лицо непонятное, которое мне не говорит полностью данные, уведомлять? Объясните, пожалуйста. Представить конфиденциальную информацию. Если вам не нравится, отключайтесь. Артем Сергеевич, меня все устраивает. Мне немножко непонятно сейчас ситуация, которая происходит. Я хочу в этой ситуации разобраться. С помощью вас, естественно. Поэтому объясните мне, пожалуйста. Не буду я вам ничего объяснять. Я не обязан это делать. Почему вы не будете это объяснять? Я три раза сказал, что Сентинелу я ничего объяснять не обязан. У меня нет договорных отношений с Сентинелой. Почему вы не будете это? Подождите. Вы сейчас говорите, что вот банк выставляет вам три дня, чтобы вы оплату произвели. Вы данные суммы выставляет, знаете, сколько. Вы отказываетесь, правильно, потому что вы не будете решать этот вопрос. Все верно я понимаю. Я буду решать, не буду решать. Это вас не касается. Когда вы будете решать, Артем Сергеевич? У вас просто денежных средств нет. Вы так и говорите. Вы плохо слышите или плохо соображаете. Я говорю, это я разберусь без вас. Артем Сергеевич, вы до сих пор не можете разобраться. Ну и что? Вас это почему так беспокоит? Потому что я хочу вам помочь, пока не поздно. Да, вы хотите свой процент получить от звоночка, если я что-нибудь заплачу. Вот что вы хотите, и все. Артем Сергеевич, от звоночка, как вы говорите, процента нам не платят. Мы не сидим на процентах, если вы не в курсе. Я все в курсе. Что вы сидите, на чем? Узнаете таким образом. Артем Сергеевич, если бы вы были в курсе, вы бы не допустили вопрос срочку. Это элементарно. Хорошо, о последствиях и сансах я вас предупредила. Также игнорируйте переговоры. До свидания. До свидания. Как быстро она слилась, да? Весь ее пыл сгорел, когда автор в точку стрельнул прям в яблочко, что ты хочешь просто заработать, поэтому ты тут долбишь помощница. Помочь она хочет разобраться. И так, и так. Она и с той стороны, и с этой. Такая тупая. Если честно, с трудом выдержал вот этот ее монолог тут по большому счету, потому что автор, скажем так, имел ум просто с ними не разговаривать, отдал нам исчерпывающую картину ее внутренних способностей, вернее отсутствия этих самых способностей. Ну ладно, не будем на ней много времени тратить. Я просто скажу в очередной раз, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Тем, кому интересна юридическая защита, пройдите по ссылочке на нашем сайте. Ссылка на наш сайт в описании любого ролика на этом канале. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алям, для того, чтобы вам было легче принять решение, если вы хотите стать под юридическую защиту и закончить наконец-таки все свои вот эти перипетии, убить все эти проблемы на корню и остаться свободным человеком очень скоро. Вот еще раз повторяю, значит, ссылка на наш сайт в описании видео. И также есть ссылочка, вот сейчас в правом верхнем углу она выскочит. Вот она, она кликабельная. Нажимайте, посмотрите обязательно видео, принимайте решение, оставляйте заявочку, и мы вам перезвоним. Ну, а я всем желаю счастья, здоровья, а второе отдельное спасибо. Подписывайтесь на канал, лайки, репост в соцсетях. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. До свидания.